Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Взаимовыгодное сотрудничество. Глава Чувашии принял участие в заседании делового совета Россия Куба. В сроки укладываются. В многоквартирных домах завершается капитальный ремонт. Жизнь на сцене исполнилась 95 лет со дня рождения известного чувашского актера Виктора Родионова. Сегодня в Москве глава республики принял участие в заседании совета по развитию сотрудничества с Кубой, одним из торгово-экономических партнеров Чувашии. И провел переговоры с деловыми кругами. С подробностями мой коллега Дмитрий Ковалев. Мосты дружбы становятся крепче. В экспоцентре на Красной Пресне прошло вот уже 10-е по счету заседание делового совета Россия Куба. Это очередной шаг на пути к развитию двухсторонних связей. Ключевая задача расширять объемы товарооборота. Конкретные переговоры на высшем уровне открывают новые ниши для российско-кубинского бизнеса. И здесь, говорят члены делового совета, важны межрегиональные контакты. В этом году с послом Острова Свободы встречался и глава республики Михаил Игнатьев. Поэтому нам особо приятно здесь отметить, что в нашем сегодняшнем заседании принимают участие глава Чувашии и представители Мордовии, Самарской области, Воронежской области. Так что надеемся на то, что деловой совет будет максимально содействовать этому важному направлению сотрудничества. Большую работу по укреплению двухсторонних связей проводят и члены общества «Дружба с Кубой». Впереди немало планов, но важно помнить и о том, как все начиналось. Ключевую роль в развитии отношений с Островом Свободы сыграл первый космонавт планеты Юрий Кагарин. Традиции российско-кубинской дружбы основываются в таких поистине космических традициях и считают, что имеют и космические перспективы. Действительно в этом году 55 лет обществу советско-кубинской дружбы. Родека является преемником этого общества. В эти дни по всей Российской Федерации, в 10 субъектах Российской Федерации, проходит фестиваль, культурный фестиваль, посвященный 500-летию Гавана. Одно из очень значимых мероприятий совсем недавно состоялось в Чебоксаре, в городе Чебоксаре, который отмечал свое 550-летие. Это был праздник, совмещенный с юбилеем, можно сказать, юбилейным событием российской кубинской дружбы. Отметил, кроме Чувашской Республики, по-моему, у нас нет ни в одном пока региональных отделений. Но раз есть экономические проекты, раз есть заинтересованность в экономическом сотрудничестве, мы считаем, что безусловно и должны быть региональные отделения. Без Чувашии мы никак не можем. Тем более, что если говорить серьезно, у Чувашской Республики есть серьезные проекты на Кубе и намерения серьезные. Спасибо большое. Наши предприниматели всегда желанные гости на Острове Свободы. А у кубинцев по-прежнему пользуются спросом российские автомобили. Крупные концерны «Лиас» и «Газ» локализовали здесь свои заводы. В прошлом году зарегистрировано объем товарооборота в 388 миллионов долларов, что является рекордным значением за последние 15 лет. Позитивные тренды в торговле подкрепляются политической волей руководителей обеих стран. В таких условиях поддержка предпринимателей со стороны объединения деловых кругов является дополнительным стимулом к развитию сотрудничества, потенциал которого огромен. Куба уже давно не только ром, сигары и варидеры. Потенциал развития большой. Куба нуждается в источниках альтернативной энергетики, промышленной техники и сельхозпродуктах. Эта страна также попала под санкции Запада и Америки. Готовы сопротивляться и идти вперед. Растет сплоченность народа вокруг наших лидеров. И мы уверены, что никакие нападки агрессии не смогут заставить Кубу свернуть с намеченного пути. Иностранные предприниматели, работающие на Кубе, могут получить все необходимые гарантии и правовую безопасность, гарантирование и защиту их интересов. Специальная экономическая зона развития Мариэль открыла уже более 40 центров бизнеса, в которых участвуют представители 21 страны. Чувашия продолжает расширять объемы экспорта. Глава республики отметил, что российско-кубинские связи должны строиться не только на экономике. Необходимо развивать и сферу туризма. Одним из направлений такого сотрудничества могло бы стать развитие медицинского туризма. В Чувашской республике работает целый ряд клиник, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. Хочу отметить, что дружба и сотрудничество в области медицины между Чувашией и Кубой имеют давнюю и добрую историю. Для сведения хочу сказать, еще в 1989 году нашим главным врачом МНТК микрохирургии глаза Николаем Паштаевым по поручению офтальмохирурга-академика Святослава Федорова на Кубе лично Феделю Кастры была сдана в работу новая глазная клиника. Кроме этого 47 лучших докторов под их руководством практически обучили офтальмологов кубинцев. Итогом российско-кубинского делового совета стало подписание рабочего плана на следующий год. В его рамках Чувашию планируют посетить предприниматели с Острова Свободы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. Успеть к подаче тепла. Такая задача сейчас стоит перед подрядчиками, которые ремонтируют систему отопления в многоэтажках по программе капитального ремонта. В этом году в Чебоксарах батареи должны стать горячими раньше, чем обычно. Уже 21 сентября. Соответствующее постановление подписал сегодня глава столичной администрации Алексей Ладыков. Дом номер 5 по улице 324-й стрелковой дивизии в Чебоксарах. По контракту закончить ремонт системы отопления здесь должны до середины октября. Однако синоптики прогнозируют холода уже в конце сентября. Так что подрядчик планирует завершить все минимум на две недели раньше. Впрочем, даже если доделать все не успеют, держать жильцов в холоде не будут, обещает руководитель фонда капитального ремонта. В любом случае, даже при начале отопительного сезона, ни один квартирный дом без тепла не останется. То есть в течение суток подрядная организация тепло в дом запустит. И потом уже будет совместно с собственниками решаться вопрос продолжать данные виды работ в этом году. Либо перенести на послеотопительный период. В этом году в Чувашию заменить систему отопления должны были в 64-х многоэтажках. Сейчас работы идут в шести домах. Пять из них в Чебоксарах и один в Шоршиллах. Нередко заминки возникают из-за самих собственников квартир. Есть моменты с собственниками, которые не хотят опускать. То есть у них там сделан свой ремонт, не хотят, чтобы упортился ремонт. Но в любом случае заменять трубы необходимо, потому что дом 1976 года, в этом доме ни разу не проводился еще капитальный ремонт. Отчасти понять жильцов можно. Но все же, если из-за накипи в старых трубах весь стояк перестанет прогреваться или они дадут течь, неудобств будет гораздо больше. Что касается дома по 324-й стрелковой дивизии, жалоб пока нет. Полное закрытие движения транспорта на участке дороги проспект Яковлева, улица Ашмарина в столице республики в связи с масштабной реконструкцией вызвало большое недовольство горожан. В социальной сети наводнили фотографии и видеоматериалы о больших заторах на Игерском бульваре в районе Южного поселка. Можно ли избежать пробок и когда начнется хотя бы ограниченное движение на этом участке в материале нашего корреспондента. Многочасовые пробки, опоздание на работу. Со всем этим пришлось столкнуться чебоксарцам. Выехать с Новоюжного района по утрам практически невозможно. Конечно водители нашли выход для себя и стали по дворам объезжать пробки. Но тут забеспокоились жильцы. Выпускать детей на прогулку стало опасно. В отдельных местах поставили даже самодельные баррикады. Со школы вообще мы не можем. Как трасса едет. Эту дорогу нам сделали, чтобы мы ходили, а сейчас прыгаем прямо в траву. Нельзя, ни в коем случае нельзя. Нельзя этого делать. Мало ли пожар, чего там, скорая помощь. Должны проехать быстренько. Но большинство горожан все же понимает. Реконструкцию затеяли не ради нее как таковой, а для того, чтобы увеличить пропускную способность узкого участка дороги на выезде из столицы. Надо ремонтироваться. Там уже сколько денег нет. Просто заплату сходить. А то, что вот пробки образуются, вот родители возмущаются. А куда денешься? Еще бы один заезд сделали, а в Чемоксар был бы лучше. Договор подряда подписан. Бюджетные средства выделены. Временные трудности в данном вопросе неизбежны. В связи с тем, что объем работ очень большой, сроки очень сжатые и также есть ряд очень сложных работ. Еще раз говорю, что это была вынужденная мера. То есть без этого никак. В связи с тем, что сроки работы ограничены. Основные работы по перекладке коммуникаций, в том числе и для речки Кукшумки, строители спешат сделать до зимы. Когда появится снежный покров, можно будет частично пустить общественный транспорт. Маргарита Мельникова, Наталья Мальчикова, Богдана Дойникова, Борис Андреев. Республика. В Урмарском районе в этом году большой урожай хмеля. Или как его еще называют, зеленого золота. О том, как справляются с уборкой аграрии в репортаже. Вот оно, золото Чуваши. Настоящий душистый хмель, выращенный на полях нашей республики. В качестве он готов состязаться со своими собратьями, выращенными в других регионах России. Нынешнее лето подарило богатый урожай хмеля. Теперь главная задача успеть это все собрать, обработать, высушить. У нас свое производство пивоварения. Сушим, гранулируем, то есть сами выращиваем, сами перерабатываем, сами используем в своем производстве. И все лишнее продаем по России хмель, пив заводам. Потом фармацевтическим фабрикам. Сельхоз товаропроизводители в этом сезоне закупили новое оборудование – отечественное производство. На это ушли немалые средства. Мы вот ждали, как пирожка с печки, вот этот российский, чувашский комбайн и сушилку. То есть комплекс вот этот хмельоуборочный комбайн с сушилкой. Они для нас необходимы. Необходимость почему? Потому что, несмотря на то, что у нас на сегодняшний день три комплекса чешского производства, они износились до такой степени, что металл уже крошится сам по себе. 30 гектаров – солидная площадь. И без автоматизации здесь не обойтись. Хмелье-сушилка была спроектирована и собрана менее чем за год. Прошу о заводские испытания и сегодня внедряется уже в производство. Сейчас выходит готовый сушеный хмель. Очень хорошо высушили. Данный агрегат мы рассчитывали по мощности 400 кг в час, то есть номинальная мощность. Опять же, все зависит от сорта загружаемого хмеля. На сегодняшний день мы проводим пусконалаточные работы и пытаемся настроить режимы. А вот комбайн, что называется, дает сбои. Собрали его на чебоксарском предприятии «Техмаш Холдинг». И если в первые дни он работал на совесть, то сейчас встал. Теперь заказчики ждут заводских специалистов, чтобы устранить недоработки. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, «Республика». Всемирный день безопасности пациентов отметили в республике. Минздрав Чуваший провел брифинг для журналистов, а потом наглядно с выездом на место показал, как решают вопросы безопасности на местах. Само понятие безопасности пациента многогранное. В него входят и качественное лекарственное обеспечение, и условия лечения, и соблюдение санитарных норм. И еще ряд стандартов, прописанных Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорили на встрече с журналистами профильный министр Владимир Викторов и руководитель Росздравнадзора в Чувашской республике Татьяна Аносова. Что касается ее ведомства, то здесь главное – превентивный и тематический контроль. К примеру, к осенне-зимнему простудному сезону готовят один запас лекарственных средств, к летнему – другой. Особое внимание – качество препаратов. Отметим, со следующего года все участники фармрынка будут подключены к системе маркировки. Эта законодательная новелла позволит убрать из оборота поддельные лекарства. 1 января 2020 года все производители будут выпускать товар, продукцию фармацевтическую с штрих-кодом, с маркировкой на упаковке. И это как акцизные марки на алкоголе. То есть проведя через определенный сканер, считывающий устройство, эту информацию, система должна видеть, это лекарство, это гарантия того, что оно легально произведено, и в обороте находится абсолютно легально, и качество гарантирует производитель. От производителя до пациента все будет полностью отслеживаться. Контрафакт на инфальсифицированную продукцию будет исключаться полностью 100%. Это же безопасность наших пациентов. Побывав в городской клинической больнице номер один города Чебоксары, журналисты узнали о существовании внутреннего контроля качества. Это строгое соблюдение санитарных норм и правил, повышение квалификации персонала, улучшение условий оказания медицинской помощи. Культура безопасности – ответственность каждого. Так звучит возунг текущего года в России. Специалисты считают, что важно привлечь внимание самих пациентов к здоровью, вовлечь их в программу лечения. Действительно у нас очень хорошее обслуживание. Ну, по себе я знаю. Но только, конечно, мы должны правильно врачам сказать, какой у меня, например, я прихожу, какой у меня недуг, где чего, что. Ну, конечно, врач, обращая внимание на мои жалобы, правильное лечение постарается назначить. Ну, само чувство, конечно, с каждым днем все лучше и лучше. После этих капельниц себя чувствуешь, конечно, намного и моложе, и здоровее, и сильнее. Добротой и с пониманием каждому человеку, каждому больному относится конкретно с пониманием. Лечит, можно сказать, словами. Журналисты попали даже святая святых операционную. Стерильные халаты, бахилы, маска и строгий клининг-контроль. Чтобы пройти сюда, нужно иметь полную экипировку. Самое главное – это не навредить больному. Существует латинская поговорка, такая пословица «non cerratum». Поэтому, в первую очередь, мы стараемся, конечно, не допустить осложнений во время операции или во время лечения. Соблюдению асептики, то есть недопущению инфицирования, уделяется особое внимание. Даже масштабные ремонтные работы – это тоже безопасность пациентов. Мы отремонтировали за последние годы это помещение дневного стационара поликлиники номер один, систему вентиляции операционного блока, ряд других ремонтных работ. Сейчас нам выделены финансовые средства на оснащение новой медицинской мебелью. Всемирный день безопасности – это символ доверительных партнерских отношений врач-пациент. Оказывается, это возможно. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксарах почтили память выдающегося актера театра народного артиста РСФСР Виктора Родионова. Главная или роль второго плана в его исполнении любая достигала цели – сердец и зрителей. Родился Виктор Родионов в 1924 году в Мринском посаде. Лауреат государственной премии имени Станиславского, он много лет работал в Чувашском государственном академическом драматическом театре. За все время сыграл более 300 ролей. Каждое появление актера на сцене оставляло яркое и неизгладимое впечатление. От встречи с ним всегда ждали чего-то нового, даже если смотрели спектакль не в первый раз. Драма, комедия, трагедия. Казалось, Виктору Иосифовичу все давалось легко. Но коллеги по сцене знают – это результат огромной внутренней работы мастера. Мы с Виктором Родионовым вместе в Москве учились в театральном институте имени Уначарского. Это были прекрасные годы. Правда, было после войны, жить было очень тяжело. Но зато мы с таким удовольствием учились. Как актер Виктор Родионов очень разноплановый. Народ очень любил Виктора Родионова. Мы с ним играли вместе в пожарной лошади пьесы Николая Терентьева, специально написанной для нас. За прошлую неделю болеть ОРВИ в республике стали в полтора раза чаще, чем за такой же период в прошлом году. Таковы данные Роспотребнадзора. Как защититься от простуды, не подхватить грипп в большом коллективе и в целом сохранить здоровье при сидячем образе жизни. Об этом речь пойдет в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после нашего выпуска. Ведущий Ольга Алексеева обсудит с гостем студии программу укрепления общественного здоровья на предприятиях. А я на сегодня прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова